Кто не любит волейбол, нам он не товарищ! Коллектив очень хороший, девчонки все очень дружные. Когда приехала, все помогали, подсказывали, что где, что как. Ну и боеспособны очень. Тренируемся, работаем в полную силу, чтобы показывать результат. Юлия – перспективный и талантливый игрок. В волейболе она может сделать многое, но для этого нужны активные тренировки, считает тренер команды Вадим Панков. Доволен он и номером 12, под которым теперь играет Мария Качан. Это новый либерокоманды. Она просто интересна. Она, во-первых, знает волейбол. Она не все знает, но знает волейбол. И, во-вторых, она стойкая психологически. Мне она очень нравится. Претерпела изменения и форма девушек. Официальная презентация которой состоится на первой игре сезона. Цветовая гамма изменилась, но пока мы оставим это в небольшом секрете, потому что окончательного эскиза еще нет, но цветовая гамма, она будет отличаться. У Зареча теперь и другой капитан. Это Ольга Ефимова. Она также связующая. Руководить командой ей не привыкать. Капитанский опыт у Ольги есть. Считает, что новый состав полностью готов к предстоящему игровому сезону. У нас одна эмбициозная команда. И я думаю, за счет этого мы готовы очень хорошо играть и бороться с командами хорошего. Высокого уровня, с нового свойства, и, возможно, даже это получится выиграть. А побеждать легче с группой поддержки, которая не менее яркая, амбициозная, чем сами игроки. На предсезонную презентацию женской волейбольной команды Заречья Одинцова пришли ее постоянные болельщики. Некоторые из них посвятили стихи любимой команде. За Заречья болели и будем болеть. А ведь дважды команда была чемпионкой. Помним, кто играл раньше, а кто будет впредь, тот, кто начал играть еще юной девчонкой. Владимир – давний болельщик команды. Помнит, когда она впервые стала чемпионом. Со многими волейболистками знаком лично и всегда ждет спортивных успехов от любимого Заречья. Тренер команды ответил на вопросы болельщиков и журналистов, а также рассказал о перспективах и задачах клуба. Для нас, я говорю, что это необходимо, международный опыт. Международный опыт – это кубковые встречи. Вот это, что на 100-м году съезды перед Минцем, не спасают себя кубковые встречи. То есть очень здорово, как с границей. Вадим Анатольевич поставил своим подопечным задачу минимум – выйти в 1-8 финала Кубка России и успешно сыграть в первом туре чемпионата, который состоится 11 октября. Сейчас команда проходит тактическую подготовку и отрабатывает стратегию бросков и приемов. В ближайшее время у девчонок состоятся игры в Минске и Краснодаре. Влада Шишова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!